Более чем за 100 лет народные университеты проводят всего третий в истории слёт, и он проходит в Сочи на базе санатория знания. Сюда из 32 регионов России съехали с руководителей и актив народных университетов и представителей общественных организаций. Центральной темой слёта стал вопрос повышения качества жизни людей старшего поколения. Речь пойдёт о том, чтобы изучить, рассмотреть, обсудить лучшие передовые методики работы со старшим поколением и из зарубежной практики, и из российской практики, и сделать этот опыт достоянием специалистов общественных организаций со всей страны. Поменять отношения и молодёжи, и людей средних лет, и самих представителей старшего поколения к этому периоду жизни нужно прийти от так называемого возраста дожития к понятию «возраст счастья», уверены участники слёта. Для этого люди старшего поколения должны иметь право и на получение дополнительного образования, и на активное участие в общественной, творческой и культурной жизни. Граждане, которые выходят на пенсию в 55-60 лет, естественно, ещё полны здоровья, ещё полны сил, полны энергии для того, чтобы воплощать свои идеи, тот опыт и багаж социальный, который у них накоплен, воплощать в жизни. О том, что люди старшего поколения могут жить ярко, активно и интересно, в ходе форума рассказали и на примере программы «Серебряный возраст», которая в санатории «Знания» работает уже много лет. Жизнь в пожилом возрасте на самом деле интересна, и мы готовы её разнообразить не только теми процедурами, которые мы предусмотрели для поддержания их здоровья, но и дополнительными экскурсиями, развлечениями. Слёт народных университетов продлится четыре дня. За это время планируют обсудить опыт образования пожилых за рубежом, проблемы вовлечения старшего поколения в активную жизнь, а также роли развития народных университетов. Кроме того, в программе – концерты для гостей и экскурсии по постолимпийскому Сочи.